Машенька, подожди, давайте, знаешь, что сделаем? Здрасте, дорогие друзья, сейчас я себя хорошо взяла. Ой, как хорошо. Всем привет, мои хорошие. Сегодня, как я и говорила, я буду вам показывать, чем же я пользуюсь, какими средствами для лица, как я ухаживаю за своим лицом, потому что огромное количество вопросов в директ, и я просто физически не могу всем ответить, а мне очень хочется, как говорится, всем рассказать, чем же я пользуюсь, что же я делаю. Потому что мне говорят, что у меня идеальное лицо практически, вот, поэтому я жду свою подругу, а вот, спасибо, жду свою подругу, которую приму в эфир, для того, чтобы... Мам, мне вот это неудобно-то, а вот сделаю вот это, и что, разобрать, и стало средств. Нет, давай я тебе... О, ну, ну, так очень удобно. Давай так, я буду вот это немножко сюда сейчас вот так. Вот так очень красиво. Ты как-либо. Слушайте, а, а она идет, Либерс как раз сделала волосы себе. Сейчас мы примем. Человека, пошел. Мамы, садись. Ожидание. Знаешь, что я могу? Что? Модель нужна? Модель нужна? Я хочу спросить, если нужна модель, то я могу нанести что-то на лицо. У меня что, нет? Запросы не подключаются? Подключаются? Ну, еще разочек. Пока я все подключу. О, все. Есть. Да. Отлично. Смотрите, у меня, кстати, боди нужна. Красиво? Да. Ура. Здрасте. Добрый вечер, Мария, добрый вечер. Я так вас ждала, потому что я очень хочу показать, с кем я пользуюсь, и для того, чтобы вы как квалифицированный врач, рассказали всем моим подписчикам, какие средства на самом деле хорошие из тех, чем я пользуюсь, а какие не очень. Ну, то есть это без рекламы, без всего. Здрасте. Здравствуйте, здравствуйте. Я рада созвониться, потому что я переживала, у меня с Wi-Fi тут что-то было не так, я не в Москве, поэтому я переживала, сейчас все сорвется. Я рада разобрать ваш состав, составы домашних уходов, которые вы мне вчера отправили, я весь вечер после лыжи их разбирала. Но что хочу сказать. Скорее всего, начнем с того, что какие-то жалобы есть. Исходя из домашнего ухода, я думаю, что какие-то жалобы, наверное, есть. Все-таки нажалуетесь мне на что-то или нет? По ощущениям. Ну, у меня лицо сухое. Оно стало сухое, могу сказать. Алло, Тамара, плохо видно. У меня лицо стало сухое. Вот. Но пользуюсь я вот такими ампулами, Меркель, и вот этими. У них в Белоруссии, я их заказываю в Белоруссии, и стоят они в районе 120 рублей, как бы. Я, конечно, извиняюсь. Они очень хорошие. Ну, все правильно, Мария, все правильно. Конечно. Но я, когда разобрала этот состав, даже не зная, сколько его стоит, я даже сама не нашла этот состав, мне Наталья помогла, мне прислала. Я, читая состав, я сразу поняла, что это средство недорогое, потому что в нем содержатся очень недорогие ингредиенты. Ну, прям, вот, практически. Зашли в аптечку и все собрали, называется. А они вообще хорошие или нет? Ну, нет, потому что, что хочу... Вот, что касаемо для всего лица, который с гиалуроновой кислотой, да? Вот, первый из них для глаз, второй. Вот, для лица еще более или менее в составе я не нашла ничего совсем ужасного. Только что, ну, консервант в нем есть. И он очень простой. Состав у него очень-очень-очень простой. Это где? В чем? Это вот, которая для лица. Не для глаз, а для лица. Вот покажи, что. А, вот есть Меркель, да? Меркель, да, Меркель. Как наша Меркель. Вот. Это вот в этой, да? Да, 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 да. Вот, вот она. Вот, для зоны лица еще ничего, но в нем тоже содержится, об одном позиции содержится спирт и содержится консервант. Но в целом все равно это можно использовать, но он не будет увлажнять. То есть он не будет вводить свое действие. Им незачем. У него в составе ничего нет такого, из активных ингредиентов ничего, что может работать. А что касаемо второго, Меркель, который для зоны вокруг глаз. В нем я уже нашла очень-очень-очень-очень много ужасного. Вот. А могла у меня быть аллергия из-за того, что я ими пользовалась, кстати, под глазами? В нем содержится... Нет. В нем содержится 4 вида парабенов. 4 вида парабенов в нем содержатся, да, 4 вида парабенов в нем содержатся, которые являются, не доказано, но очень большой идет спор в окно книгах, что они токсичны – это раз, но что они канцерогены – это два. Сейчас секундочку. Дорогие друзья, я на связи с Тамарой. Это один из лучших дерматологов, дерматокосметологов. Вот. И я решила вам рассказать, чем я пользуюсь, и узнать без рекламы, насколько составы средств хорошие. Потому что Тамара многих звездных девушек вылечивает лица и делает их идеальными. Вот. В том числе это Нелли Ермолаева. Ну, в общем, много кого. Так. Мы дальше смотрим, да, по составу. Да. То есть, ну, вот в этом средстве это точно нужно выбрасывать, потому что он может быть аллергенным. Эти парабены накапливаются в организме, они могут быть токсичны. И самое опасное, что могут быть причины онкологии. Поэтому это средство использовать нельзя. Покажите всем, у кого она есть, чтобы ее не использовали. Так, дорогие друзья, ну, как бы вот, вы можете это выкидывать. То, что я вам так настоятельно рекомендовала, вы можете это выкидывать. Дальше. Ну, к сожалению, вот да, до сих пор, как бы, в список запрещенных препаратов, веществ, их еще не внесли, парабена, но здесь их очень много. Капец. Поэтому... Так, вот дальше, это все вот, я рекламировала все время вот это вот с гиалуроновой кислотой, умывалка и... Ну, или просто протирать лицо. Да, потому что я так и не поняла его состав. Где я нашла в интернете, там везде было написано, что 100% гиалуроновая кислота. Ну, то есть состав абсолютно непонятен тогда, за счет чего он не портится, где его консерванты. Поэтому вот ничего не могу по нему сказать. Абсолютно ничего. Потому что состав я не нашла. Ну, расскажите мне сами по ощущениям, что вообще из себя представляет это средство. Я мажу лицо, как бы, и мне говорят, что... После умывания? Да, мне говорят, что я буду звездой, но я верю, как бы. Правильно. Вера – это самая сила. Вот. Дальше... Можно я вот это спрашиваю? Сейчас, подожди. Мне главное вот это. Чем вы каждый день? Вот такие вот патчи под глазами. Да, вот. Это единственное, что я бы оставила в вашем домашнем уходе. Да сейчас дух. Тамара, а что... Подождите. То есть вот эти патчи, их можно, они нормальные. Да. Да, это хороший состав, хорошие патчи, их можно использовать. В них одни экстракты, химии практически нет, консерванты есть, они в низких позициях. Так что вот эти вот патчи, я не знаю, как по эффективности, но по составу они допустимы. Можно я спрашиваю? Так, дальше. Нет. Ну почему? Вот у меня такая умывалка, которую я покупаю в Летуаль, в Ребош, в Эль-де-Ботте. Да. Мне интересно узнать, что по этому поводу. Вот. А, и еще гарниером под глазами. Стираю. Покажи. Гарниер. Стираю лицо гарниером этим. У меня закончилось, это ваш. Только что закончилось, гарниером. Я купила. Ну вот что вот по этому? Вот это я купила. А, вот, вот, мама купила. Это я купила. Мне прям интересно, не верю вот это вот. Это вот я купила. Вот. А она, значит, что касаемо его. У него достаточно высоко в списке находится плаксомер 184. Это, грубо говоря, в общем, пластмасс. Вот. Она достаточно является токсичным так же. Ну что, нельзя этим и нельзя смывать? Нет, этим тоже нельзя пользоваться. Этим тоже нельзя пользоваться. Если вы изредка им пользуетесь, то ее нужно с лица потом обязательно смывать. Ни в коем случае нельзя его оставлять на лице. Ни в коем, ни в коем случае. Так. А дальше. А вот это вот Невея можно, которое мама подешевле вот покупает нам? Нет. Его тоже нельзя оставлять, потому что в нем содержится достаточно высоко в составе спирт, который будет сушить кожу. Мам, ты поняла, почему я тебе говорю, что у меня с лицом стали из-за цепля. Скажите, пожалуйста, а я вот все время очень люблю вот делать эти вот баба вот эти. Покажи. Весь интернет уже в них. по составам он химический. По составам он очень химический. Вот. У него много-много консервантов достаточно высоко в списке, но катастрофы в нем нет. Катастрофы в этой маске нет, но он для очень жирной кожи. Он вас будет сушить. Поэтому это средство для молодой юношеской кожи, которая сходит с жирной кожей. А, поняла. А гарнир, мицеллярка, вот спрашивают. Как вот, Тамара, расскажите нам, как она? Гарнир, мицеллярка. Я ее... Какая именно? Какая именно? Зелененькая. Зелененькая. Обычная. Умывалка. У небольших таких флакончиков бывает, да? Ну, давайте так. Если у кого-то она есть, киньте, я посмотрю, потому что их на самом деле тоже много, но хороший гарнир я ничего еще пока не одобряла. То, что мне скидывали, я пока ничего не одобряла, поэтому скиньте, посмотрю, потому что мне уже огромное количество присылают различных домашних уходов, которые уже у меня в голове между собой путаются. Поэтому присылайте, если что-то есть, можно мне в личку присылать, я посмотрю, без проблем. Вот. Крем. Вот. Это было, сейчас скажу, это было лосьон такой, да? Как сыворотка. Как на вас подписаться? Я вам после эфира оставлю обязательно ссылку Тамары, потому что это тот доктор, которого я давно искала, для того, чтобы скидывать все составы своих кремов, которыми я пользуюсь. дерматолога. Потому что у меня часто начала высыпать аллергия под глазами, и я с этим очень мучаюсь, я стала пить кларитин, тавигил, мне это надоело, поэтому я сама нашла Тамару случайно, когда я летела в самолете, поэтому я до нее дописала. Очень была рада. И вам тоже, ну, вместе с Тамарой, для того, чтобы вам эфир был полезный, потому что, ну, как бы, это без какой-либо рекламы. Можно я спрашиваю? Да, она спрашивает. Смотрите, а вот эту маску можно мне делать? Да, что касаемо бабушки Агафьи. Я много ее разбирала в своих разборах. В этой косметике ничего плохого нет, ну, и хорошего тоже ничего. У бабушки Агафьи очень-очень бедный состав, вот во всем. Я знаю, знаете, мне как-то историю рассказала пациентка, что она летает в Европу к своим русским друзьям и постоянно вот мешками возит эту бабушку Агафьи, поэтому, потому что они там ее очень любят. Но в составе плохого ничего нет. Я не знаю, насколько можно верить этим составам, потому что, мне кажется, что сейчас на нашей продукции можно написать все, что угодно. Но состав чистый, состав абсолютно чистый, но активных ингредиентов там очень мало. Там очень мало. То есть эти экстракты, я не знаю, малины, еще что-то, еще что-то, ну, понимаете, как, из чего вообще образуется цена косметики? Оно образуется из ингредиентов в первую очередь. чем дороже и чище и качественнее ингредиенты, тем она дороже косметика. Вот, например, если мы возьмем, я очень люблю французский бренд Мария Голланд, который существует там в 60-х годах. Мария Голланд. Мам, помнишь, я еще в дьюти-фри смотрела, мне говорили, а что из этого хорошее для лица? Ну, вот, там много, что есть хорошего, очень многое. Например, их последние линейки, они выпустили бустеры для лица шесть видов. И основу они взяли не обычную воду, а ледниковую. Представляете, они ее добывают, транспортируют, перерабатывают и делают основы из них. То есть... Это не вранье? Это не вранье? Нет, ну, европейские стандарты не позволяют в таких вещах брать, поэтому нет. Они очень давно своим имиджем, давно на рынке, и они своим имиджем, конечно, очень дорожат. Поэтому собирают очень хорошие инженеры и химики эти продукции. Они даже, знаете, настолько они гоняют всегда за ингредиентами, что бывает у них, например, все, сырье закончилось, добывать, например, это растение больше не получается. Ну, закончилось, и все. Они продукты снимают с производства. То есть, они даже не... А скажите, а вот из, Тамар, из дешевых марок, которые, да, можно купить в магазинах, какие наиболее приемлемые по составу кремы, умывалки, ну, моим подписчицам, чтобы вот они не какие-то там заоблачные покупали, да, по цене, а чтобы это было приемлемо и реально помогало. Давайте начнем с того, что я, когда начала заниматься вопросом домашнего ухода, вообще, как я начала этим заниматься? У меня пациенты приходили, я в целом дерматолог, но большую часть я практикую косметологию, антиэйдж-медицину, я люблю абсолютно все, начиная от обычной медстерапии до заканчивая до хирургических нитей. Я это все люблю, это все мое, но я поняла, что с пациентом, с которым я работала в кабинете, на увлажнение, на лифтинг, еще на что-то, особенно на увлажнение, они приходили, я видела недостаточный эффект, я начинала разбирать этих состав домашних уходов и понимала, что вот она причина, из-за чего моя терапия не работает. И после этого часто, очень часто, почему, вообще, ну я врач, я люблю резать, как бы в кавычках, я никогда, мы 10 лет назад мы никогда не задумывались, что косметика может работать, сейчас она реально работает, как и в положительную сторону, так и в отрицательную сторону, поэтому, если плохой домашний уход, может быть отсутствие ухода, отсутствие эффекта от профессиональных процедур. К чему я это говорю? К тому, что так же, как и процедуры вы делаете у врача, косметику тоже нужно подбирать у врача и нужно подбирать профессиональную косметику. Давайте чуть-чуть расскажу, чем отличается профессиональная врачебная, медицинская косметика от немедицинской. В медицинской косметике это косметика, которой пользуется врач, проводя терапию. Например, когда ко мне приходит пациент, иногда, когда я не беру шприц в руки, я беру косметику, делаю на нём уход и отпускаю пациента домой. И это моя терапия. И также я должна пациенту отдать домой эту косметику, эту терапию, чтобы пациент его каждый день дома наносил. Поэтому с мусс-маркета к сожалению, к сожалению, рекомендовать ничего не остаётся, потому что когда создаётся косметика мусс-маркет, собирают этот тюбик не врачи и не химики, а часто собирают этот состав маркетологи. Если мы, например, возьмём, к примеру, всем известная сыворотка Диор. Она есть прям разных цветов. Зелёная. А я себе покупала сыворотку такую даже для головы. Да, ну вот. Ну вот, если смотреть состав этой сыворотки, очень она популярна. Ещё очень популярна сыворотка Стеллаудер. Ночной обновляющий. Вот она очень популярна. Вот. Если разбирать его состав, там красители, там ароматизаторы на достаточно высоких позициях. То есть там весь состав направлен на то, чтобы ты, покупатель, не прошёл мимо и купил его. Ну, я к тому, что, в общем-то, я не могу не говорить. Ничего не могу говорить. Комочки пишут, Миша. Её про какие-то точки. Вам задают вопрос, а мы, оказывается, не читаем. А мы сейчас закончим и начнём тогда читать. Да, Мария? Да. А, написано, а белита белорусская какая-то. Белита. Белита не знаю. Давайте так, ещё раз. Мне можно в личку всё кинуть. Я посмотрю. Не обещаю, что прям... А чёрных точек, а чёрных точек, вот. А чёрных точек. Тамат, а вот это тоже говно, да, у меня? А я... Вы мне это не скидывали. Скидывала. Это не скидывали. Это я не... Я что хотела... И вот это тоже, да, не годится у меня. Black Bubble. Ну, вообще, вот что вот это вот... Из корейской, да? Да. Ни в коем случае это не для сухой кожи. Вообще, корейская косметика, она для корейцев. Вот если европейскую косметику мы можем использовать, американскую мы можем использовать, потому что более или менее тип кожи ещё похож. Ну, и то, даже с европейской, мы с европейской косметикой берём то, что нам подходит больше. Но что касаемо корейцев, у них совершенно... Они другая раса. У них другой тип кожи. Поэтому... А вот, Тамара, а я вот купила крем в Таиланде, который я очень всем хвалю, да? Он огромным, плотным слоем ложится, да? Может быть, у меня из-за него, кстати, начало сушить-то кожу сильно, нет? Плотным... Ну, смотря что там. Например, что там может быть составить? Нужно смотреть. Плотным слоем обычно всегда лежит либо очень жирный крем, да? Неправильный жирный крем. Либо... Ну, силиконы обычно плотно лежат, но силиконы всегда приятно носить. Силиконы чаще всего содержатся в декоративной косметике, да? Вот хочу попасть сейчас. Сейчас, секунду, крем покажу свой. А, ну вы пока скажите, что от чёрных точек, а то очень мы интересовались. Что от чёрных точек? От чёрных точек всё равно по назначению, с консультацией врача, но от чёрных точек очень хорошо работает, я люблю в своей практике променять витамина, ретинол я очень люблю в домашнем уходе на ночь. Можно использовать фруктовую кислоту, гликолевую кислоту. Так, так, так. Си-си. Чей это си-си? Это си-си, да? Си-си. Анти-эйджинг какой-то, your skin better, не знаю чей. Это против, против. Вот, какая-то такая фирма. Понятно. А там сзади ингредиент написано, нет? Да, написано. Вот, скиньте мне, я его разберу. Титалил диоксид 9% и синк диоксид. Это солнцезащитный фактор. Это хорошо. Это хорошо. А израильская косметика, вас спросили, как и израильская? Есть некоторые израильские бренды, даже из профессиональной косметики, очень хорошие. Ну, давайте так, если мы будем делить это по странам, например, да, то, например, впереди паровоза, конечно, американские бренды для жирной кожи. Большинство из них для жирной кожи, потому что они первые открыли там фруктовые кислоты, начали использовать в косметике, они начали использовать антиоксиданты, витамин С, стабилизировали витамин С. То есть для жирной кожи, для комбинированной кожи у них очень хорошие антиоксиданты. Например, у европейцев она более для сухой, для комбинированной кожи, больше для сухого, поэтому... Вот тут спрашивают про японскую косметику. Алибля, кстати, вот японский крем. А, это мы купили, кстати, да, с мамой. Да, и мама его хвалила очень. Давайте так, вы мне еще докинете это все. Я разберу, а мы потом покажем всем. Мам, нам надо... Мы же тут не в один в эфир выйдем, мы будем... А, вот так подниму, чтобы видно было. Какие вы красавицы, я не могу. Вот вы... Вы знаете, я хочу сказать, вот тут пишут сейчас. А старухе-то что надо? Ну, то есть мне. Я вот думаю. Ну, как раз вот мне и надо. Молодец, молодец, так красивый. А вот мне-то старухе как раз хочется все узнать. А я вот себе часто делаю процедуру профайна. Вот расскажите мне, пожалуйста, про нее. Почему вы сделали его три раза, мне вот интересно. И с каким интервалом? Три? Три? Потому что я улетела потом надолго. И прервала. А почему не три, а два? Почему не три? Почему, да. Почему не два, а три? Не два, а три. Да. Почему не два, а три? А может быть и два? А может быть и... Препарат профайла. Я люблю. Я люблю, но на определенный тип кожи. Я, скорее всего, думаю, что... Мария, он вам подошел, потому что он больше для сухой и для худой... Я вышла, у меня лицо, как будто я заново родилась. Подтянулась, да. Да. А думаю, такое стало гладкое. Вообще просто. Да, да, да. Да, профайл хорошая вещь для сухой и для худой, для худого лица. Для сухой кожи и для худого лица. Его нельзя использовать для жирной кожи и для пастозной, вот, отечной формы лица. А почему нельзя для отечной формы? А потому что эффекта нет, лифтинга нет, увлажнение не видно. И самое главное, что в профайла содержится высокое... Большой вес, молекулярный вес, гиалуроновой кислоты. И он глубоко увлажняет кожу. Но для жирной кожи оно не нужно. Они его не видят. Нет, мне интересно другое. А почему только для худого типа лица? Потому что он профайла в течение месяца, вообще, чтобы около месяца, плюс-минус в зависимости от людей, он находится в зоне введения, его же вводят папульно. Он находится в зоне введения в точках лифтинга. И он в течение месяца как бы создает такой вот объем легкий, натяжение, и вы видите эффект именно еще помимо увлажнения еще и лифтинга. Ну, вообще, этого недостаточно. Профайла вообще недостаточно. Многие, я знаю, что в Москве, не только в Москве его практикуют как монопроцедуру, как вот одну процедуру. Но нет, обязательно нужно еще поверхностное увлажнение, поверхностной георитализации нужно делать, потому что профайла работает глубоко. Поверхностно она не работает. Поняла. Поэтому нужно еще поверхность. Но надо точно... Мария, вы обязательно пройдете тест. Я подберу вам косметику, потому что, я вижу, вы занимаетесь профессиональной косметологией, поэтому домашний уход обязательно нужно поменять, потому что вы как бы деньги свои тратите и время свое тратите, а эффект вы видите ниже. Когда поменяется домашний уход от косметологических процедур, эффект будет намного выше. Я хотела спросить, а... Неважно, пока ты думай. Скажите, а вот этот скраб у меня хороший? Да, скраб я тоже разбрала. Ну-ка разверните, что это скраб будет. В Сибири. Сибири. Ну, нет, в Сибири там в конце есть... В конце есть эти, как его... консерванты, которые тоже не стоит использовать. Нет, я просто в шоке была, если честно, от того, что от ампул, вот Меркель может быть ран. Я просто прихренелась, честно. Ну, просто это как бы... А что в чем-то то, что это может спровоцировать? Что это за состав? Я просто, ну, вообще... Это парабены. Это вот, если вы возьмете в руки, вот посмотрите, вот там вот... Ну, я не знаю, у вас там, наверное, там не написано на нем. Это четыре вида парабена. А я все время... Все время... Там четыре вида парабена. Ну, чего? А что еще вот из самых вредных? Тамара, вы можете сказать про косметику. Какие самые вредные средства? Такие топки? Самые вредные средства из того, что я разбирала, это чаще всего бывали, конечно, корейские. Ну, я не знаю, они как-то... Чаще всего были какие-то корейские бренды, чаще были... Ну, я давайте скажу так. Можно соотнести это к ценокачеству. Я еще не встречала крем, умывалку и что-либо еще, которое стоило бы ниже тысячи рублей и было бы хорошим. Но вот еще не встречала. Знаете, еще почему-то никто не спрашивает, обычно всегда меня спрашивают про аптечную косметику. Тут никто ничего не говорит. Про аптечную? Это что такое аптечная косметика? Аптечная? Это вот то, что в аптеке продается. Ля Рушпазе. А, точно! У меня есть, кстати, термальная вода. Это вот виши, виши, виши. Виши. Ну, виши, виши, я говорю, виши тоже такая косметика под вопросом, потому что некоторые их составы являются... Воздействуют на гормональный статус женщины, поэтому не все, что у виши есть, можно использовать. Разрешаешь? Да, так у меня... Так, все? Все? Только можно. Возможно, я не нашла в сумке. У тебя в сумке нет его пакета. Да, значит, что... Белорусская косметика, вот мне нравится. Белорусская косметика, но мы уже разобрали, нет? Или это было не белорусская? Меркел, это не белорусская была? Белорусская. Вот, белорусская. Мы разобрали. Посмотрите, потом, ребята, в этом, как его, в записях. Тамара, что делать, если лицо отекает? Что делать, если лицо отекает? Во-первых, нужно выспаться, перестать пить на ночь воду и перестать пить соленое на ночь. Когда вы вот это вот все уберете, все эти факторы, недосып и поедание соленых огурцов на ночь, либо большое количество воды на ночь уберете, а отеки все равно останутся, нужно обращаться к врачу. Поняла. Мы не говорим о отеках, когда спахнели, да? Мам, тебя спрашивают, куда Оля ушла. Оля ушла, потому что у меня что-то... А я уронила сейчас. Я здесь, я не пошла. Я свой телефон уронила. Вот для Рожи. Вчера из машины, когда выходила, он у меня вообще перестал работать. Вот сейчас заряжается. А что? Для Рожи. Натуральное и действенное. Амвэй косметика спрашивают, что, как она? Амвэй. Нет, нет. Мэри Кей. Мэри Кей. Нет. Мэри Кей разбирала, тоже нельзя использовать Мэри Кей. Смотрите, там еще спрашивают, пляп, про Ля Рушпазе. Очень часто Ля Рушпазе назначают подростков, драматологи. Вот. Назначают, можно использовать, но в них содержится большое количество, высоко достаточно в списке, силикон, диметикон. И содержится в них тоже спирты. И такую косметику можно использовать только в подростковом возрасте. Если вам 25+, то с Ля Рушпазе нужно уже связать. А какие там тональные кремы вообще можно использовать? Мак? Какие? Нет. Вот ни в коем случае, давайте начнем с того, что Мак, это, я не знаю, почему вот так получилось, что в обиходе он везде продается, как какой-нибудь там Шанель, но это подиумная косметика, абсолютно подиумная. Она абсолютно силиконная, тяжелая, через нее кожа не дышит. И если даже у вас, сейчас еще расскажу, у меня был случай с Маком. Если даже у вас такое есть, и вы им пользуетесь, допользуйтесь и поменяйте. А пока пользуйтесь, его нужно просто потом смывать. Дома пришли, сняли макияж, нужно смывать 2-3 раза с лица, чтобы все, все хорошо. У меня Мак был крем, я сейчас покажу какой. Девочки, подождите. Очень подожду. Скажите, а вот еще, знаете, что Маша покупала, вот такие, говорила, очень хорошие капсулы, для головы, для волос. Вот. Ничего не могу сказать, ничего не могу сказать, через вот так вот, ампулы посмотреть. Если видите, сзади какой-то состав, то могу обязательно разобрать его. Ну, а так не вижу. Вот этот крем, Мак, да? Ну, все, да, ну, все. Я его смывала, и он у меня не смывался, наверное, ну, прям до утра, я прям вот ложилась, и он у меня так и оставался. За макияж. Да. Вот этот вот. Ни в коем случае, ни в коем случае, понимаете, происходит в этот момент что? Кожа не дышит, дыхание кожи не происходит, обмен ткани не происходит, соответственно, кровоснабжение ссужается, закупорка, и не дай бог, если такую косметику наносить на комбинированную кожу, то там просто прыщи пойдут. А, Аникс, Аникс, Тамара, пожалуйста, очень важно, Никс. Никс вот это. Никс. Присылайте, не знаю. Не знаю, присылайте, все посмотрю. Все, что есть, посмотрю. Можете название прислать. Если есть тюбик, то можете тюбик прислать. Мы все найдем. Найдем и обязательно ответим. Хочу вернуться к Маку. Если уж я тоже использую макияж, когда выхожу в вечер куда-то, поэтому максимально подбирайте для себя составы, где меньше, конечно, силиконов, и смывайте его с лица обязательно. Днем можно использовать, сейчас у всех практически профессиональных брендов косметики, есть дневной крем с тоном. Я лично пользуюсь... Ну, кстати, опять же... Какая ваша? Опять же Мария Галант. Хотя она... Не только она у меня есть в работе, но сейчас, на данный момент... Давай, покажите, пожалуйста. Ладно, сейчас дойду, дойду. Вот. Нам надо, чтобы все показали. Раз уж мы здесь сидим, я завтра пойду... Вот так вот он выглядит. Вот так он выглядит. Его можно купить у меня. Его можно купить и у Марии Галант везде. Вот так вот он выглядит в Марии Галант. А сколько стоит? Сколько что? Сколько стоит? Я думаю, что он стоит около, наверное, пяти плюс-минус. Я думаю, что около пяти. Ну, здесь очень большой... Очень большой объем, ну, 30 миллилитров, но хватает ее прям прилично. Я наношу дневной крем, и после него наношу солнцезащитный, и после солнцезащитного я наношу его. Ну, к тому, что не только у Марии Галант, у многих есть. Если вы каждый день хотите носить тон на лице, ну, есть девушки, у которых, например, оливковый цвет кожи, да, или там какой-то легкий купероз, и хочется сделать макияж и ходить каждый день. Поэтому не берите, пожалуйста, подиумную косметику. А почему это какая? Вот мак, это подиумная косметика. А еще какая? Ну, многие, знаете, и у Армани есть, и у Шанель есть. Важный вопрос, очень важный вопрос задали, я прочитала. Если у кого-то было онкозаболевание, какую косметику категорически нельзя наносить? Вот спросила кто-то, спросил. Надо выбирать гипоаллергенные линейки. Это какие? Гипоаллергенные. Ну, например, у доктора Шпиллер есть линейка Сенси Кура, она гипоаллергенная. Ну, в первую очередь, знаете, с чего бы я начинала? Я бы, наверное, начинала больше с, может быть, даже и с Исклиникал, с аптечной. У Исклиникал, это бренд в Америке считается фармацевтическим. Они нахаживают... Как называется еще раз? Исклиникал. А где она продается? Вот она в интернете уже не продается, она продается у врачей. И мы также в Исклиник на этой косметике работаем. Я работаю. И в моем подборе тоже есть Исклиникал. Я не знаю, наверное, подписчики не в курсе. Я подбираю домашний уход пациентам, девушкам. После того, как они онлайн проходят тест, оформляют тесты, отгружают фотографии. Ну, у меня подобрано. А как вы пройти этот тест? Пишите в личку, мы скинем ссылку на тест. Моя помощница скинет, я могу скинуть. Мы скинем ссылку на тест, тест можно пройти. Он пока бесплатный. Я подбираю весь домашний уход, расписываю его, и вы уже, соответственно, смотрите. А как ее проходить? По анализу или просто? Да, я специально очень долгое время готовила. Там тест, который нужно пройти. Ответить нужно на все вопросы, которые я сформировала. И в конце нужно отгрузить фотографии определенного формата, с хорошим светом и без макияжа. И по этой анкете я подбираю домашнюю косметику, домашний уход. Можно так, можно и на консультацию ко мне записаться, я подберу. Но в целом, что могу сказать? Что из клиникал, и Марии Галант, и доктор Шпиллер, все это есть. Хочу вернуться. Хочу вернуться к пациенту. Да, просит, послушаю. Просит отвечать на вопросы. Там люди задают вопросы. Да. Они просят. Давайте с онкологией разберемся. Давайте с онкологией разберемся. До конца я хочу сказать. Нужно пробовать. Что касаемо онкологии, нужно пробовать. Но точно я бы не стала рекомендовать органическую какую-то косметику. Я бы брала что-то вот именно гипоаллергенное. И к чему я начала рассказывать из клиникал. У из клиникал косметика доказана, что даже их ретинол, витамина, которая является недопустимым беременным, вот у них в косметике его можно, потому что он не проходит через трансэпидермальный барьер. То есть если даже там вы боитесь себе навредить, нужно выбирать косметику, которая не всасывается в кровь и работает только поверхностно на коже. Что касаемо онкологии. Вот я бы выбирала такую косметику. И там же спрашивали про онкологию, что-то еще. А вот керостазы как по составу? Это шампунь? Да, керостаз, шампунь. Это у меня, я мажусь после мытья вот таким вот средством. Ну вот, что касаемо по волосам. Тут, конечно, по-другому. Если я на лицо не люблю использовать силиконы, то с волосами я вообще люблю их. Потому что они защищают, они создают красивый эффект. Поэтому присылайте, посмотрю, что в керостазе. Но у меня тоже есть некоторые позиции керостаза дома. Одна, наверное, маска, она уже заканчивается. Сейчас я уже, правда, поменяла. Сейчас у меня другая линейка дома. Но тут по-другому. В трихологии все по-другому. Она отличается от кожи лица. Там как раз стиликоны. Там как раз заполняет вот эти вот дырки. Особенно у окрашенных волос. Вот эти вот шершавости. Спрашивай про Арифлибридерм. Арифлейм и Эйвен. Разбирала. И Арифлейм, и Либридерм, и Эйвен все разбирала. Вся сплошная химия. Сплошные эти, как его, пластмассы в составе. Ну, реально, там во многих кремах содержится и в умывающих средствах, и в сыворотках содержатся химические вещества, которые используются в промышленности. А при онкологии МЕЗа можно делать? Что касаемо онкологии и косметологии. Беременности и косметологии. Все очень индивидуально. У меня есть несколько моих пациентов, которые постонкологические, даже которые стоят на учете. Я их веду, и мы делаем процедуры. Но это большая ответственность. Ее нужно ввести, соответственно, вместе с доктором-онкологом пациента. Поэтому можно делать. Нет такого, что кому-то нельзя, кому-то можно. В индивидуальных случаях кому-то разрешают. Кому-то какие-то процедуры разрешают. Кому-то какие-то процедуры не разрешают. Это все на усмотрение. И косметолога, но в первую очередь своего личного онколога. Маша Кудряш, мне нравится. Говорят, посоветуйте от сильно поврежденных волос. Тут спросили. Что касаемо по волосам. Ребят, моя вообще топовая процедура, именно косметологическая, это PRP-терапия с швейцарскими пробирками Regen Lab. Вот если хочется восстановить волосы, чтобы они росли быстрее, чтобы они увлажнились, чтобы они восстановились, то сделайте эту процедуру. Реально сэкономите деньги на всех этих дорогущих масках. И просто купите себе один шампунь и один кондиционер. И сделайте эту процедуру. Вот если хочется реально заняться волосами, то Regen Lab в путь. А Мартинекс косметика какая-то? Мартинекс косметика. Я знаю, есть такая компания, которая продает косметику, но я не думала, что они выпустили теперь свою косметику. Не в курсе. Если что-то есть, скидывайте, посмотрю. Тамара, какие кремы пригодны, вот кроме Голланд, для дневного использования из линейки? Я знаете, что Мария хотела сейчас пройтись еще раз по поводу того, что... А вы шолнцезащитный используете? Просто я ничего не увидела. Шолнцезащитный? Вот. Я вот такой себе купила SPF 50 тоже корейский с улиткой. Вот тоже присылайте, посмотрю, потому что у сухой кожи, у комбинированной кожи, у склонной к пигментации SPF защита обязательно, обязательно, потому что сейчас солнце практически везде нас достает, и все ходят с пигментами, особенно те, кто живет в Москве. И что касаемо, кроме Марии Голланд, что могу сказать? Из дневных кремов что можно использовать? У доктора Шпиллера огромная линейка. Я тоже подбираю доктор Шпиллер в своих наборах, у меня есть эта линейка. Это немецкий бренд, который занимается корнеотерапией. Это очень интересная, можно сказать, уже наука, которая именно лечит корнеоциты. Это поверхностный слой эпидермиса, который нуждается в защите и в лечении. И именно доктор Шпиллер восстанавливает вот эту вот защитную функцию, восстанавливает гидролипидный барьер. Чаще всего, что сейчас нарушен. Сейчас, когда я разбираю анкеты моих пациентов, у меня уже за эти месяцы накопилось большое количество, даже не 80, а 90% пациентов жалуются на сухость кожи. Ну, 90%. И у всех, у всех это нарушенный липидный барьер, нарушенная защитная функция, потому что, а, агрессивные умывающие средства, б, плохой дневной крем или ночной, который плохо защищает. И, соответственно, вымываются свои собственные липиды, жиры, и кожа не удерживает влагу. И это большая проблема. меня спросила Тамара про солнце, потому что вы прекрасно знаете, что я очень часто летаю куда-то, я не знаю, По инстаграму понятно уже. было. Я купила себе абрикосовое масло или персиковое, и вот иногда добавляю в крем капельку и мажусь. Это нормально? Вот мама кокосовое масло может мазать, а вы, Мария, нет. Почему? Потому что кокосовое масло, вообще масло, и особенно кокосовое масло очень комедогенное. Он может образовывать, забивать поры, образовывать черные точки, белые точки, комедоны, а дальше прыщи. Но с... А зачем тогда советуются? Потому что, скорее всего, что с годами жирность кожи сильно падает. Соответственно, сейчас вы уже, наверное, редко жалуетесь на жирность кожи, правильно? А у меня, я всегда была сухая, да... Вот. Поэтому не грозит все-таки вам комедоны. Если все окей, черных точек нет, то пользоваться можно. А это я про кокосовое масло, собственно, спросила для волос. Нет. Для волос. Я, естественно, когда приезжаю куда-то на отдых, я постоянно мажу либо этот, либо лореаль, вот это там барсалерное лицо, масло, либо кокосовое, и у меня где-то через три дня начинаются такие прыщи. Прыщи. А, сложно. Я не понимаю, зачем мажете еще раз масло для загара? Ну, вот, да, продается вот этот гарнир коричневый. Я его натираю на лицо, чтобы загар посильнее ложился, и у меня начинается прыщи. давайте начнем с того, что загорать лицом нельзя. Пока вы, может, молодая, вы пока этих проблем не увидели, есть такой диагноз фотостарение, есть такой диагноз, который мы ставим врачи, фотостарение, и оно образуется из-за солнышка, из-за загара. Поняла? Поэтому нужно загорать с ПФ-50, вот что получилось позагорать, то получилось. С маслами загорать нельзя, это раз, потому что будут образовываться морщины, будет стареть кожа быстрее. То есть я тебе говорю, а можно вот, пишет, использовать гидрофильное масло для снятия макияжа, для комбинированной кожи? Можно использовать гидрофильное, двухфазник это называется, можно использовать, но все мицеллярки, двухфазники, гидрофильные масла, все это нужно смывать с лица. Вот сняли макияж, протерли лицо, и дальше взяли умывающие средства, гелевые, мусс, и умыли лицо. Обязательно. А можно вообще мыло макияж скидер? Потому что в них все... Что ж там? А мылом вообще? Мылом и про диктярное спрашивают. я просто, знаешь, часто пригляжу, и вот так вот мылом дома смываюсь и лжусь. Можно, конечно, мылом все... Можно, конечно, так сделать, но нельзя это рассказывать косметологу. Нет, конечно, мылом не нужно смывать, нужно смывать умывающим средством. Например, есть сейчас умывающим... Если у вас, например, не очень какая-то стойкая косметика, там, глаз, например, которую тяжело смыть, а просто обычный там дневной макияж, многие умывающие средства профессиональной косметики смывают. Опять у меня... В общем, у меня в этот раз с собой очень много Марии Галанты. Я сейчас покажу вот мое умывающее средство... Тамара, вы где? Вы на отдыхе, да? Я, да, я... Мы обычно на январские праздники всегда на лыжи уезжаем с семьей, поэтому я уехала на лыжи. В горах моя кожа сильно страдает, поэтому у меня большая была аптечка. Вот умывающее средство Марии Галант 60 номер. Это гель. Он очень хорошо смывает косметику. Вот у меня красная помада, вот помаду я буду смывать. Там тушь, она у меня смоет. Дневной крем с тоном Марии Галант смоет. Еще у меня один неострата, тоже гель. Тоже смывает косметику. То есть хорошая профессиональная косметика, косметологическая смывает косметику совершенно легко. Но двухфазники тоже нужны, чтобы не мучиться. Можно. А вы скажите, в общем, цинковую пасту, скажите, цинковую пасту, можно? Цинковую пасту цинковую мазь используют при драматологических заболеваниях. С какой целью спрашивают? А просто спросили, все, а витамином Е аптечным можно пользоваться? Он не усвоится, но можно пользоваться. Он через трансэпидермальный барьер никуда не проникнет. Он просто не усвоится. Все вообще витамины, почему ценно профессиональная косметика и бренды, которые могут правильно подать витамины, антиоксиданты, витамины цены, потому что витамины они нестабильны. Они вот в формуле могут все разрушиться и в итоге вы просто видите в составе, что есть витамин, но в реале он может не работать. Поэтому с витаминами нужна доказанная так сказать база. А у профессиональной косметики всегда есть научные исследования, которые врач может прочитать. А чем приправить? Машенька спрашивает какой бюджетной косметикой, потому что если очень дорогая, а народ в основном у нас не такой уж прям. Да, но я спрашиваю. Какой бюджетной косметикой можно пользоваться? Давайте начнем с того, что я этот вопрос получаю постоянно. Вот постоянно. Совершенно я прекрасно понимаю. Я недавно, когда вылетала в Межев в аэропорту в аэропорту до Мандедова по-моему были, я разбирала Ля Мэр. Вот он стоил 400 с чем-то евро. Крем, в котором состав ну максимум где-то на 150. Ну то есть как бы сильно завышенная цена. Серьезно. Вот вообще. Мария, вопрос на секретах. То есть 400 евро стоит, да? Ну нет, а в реале он на того не стоит, конечно. Давайте начнем с того, что вот нормальное, первое, что должно быть в домашнем уходе это умывалка. И второе это крем. Это два хотя бы обязательных компонента в домашнем уходе то, что должно быть. Умывалка и крем. Вот умывалка у профессиональной косметики, которой хватит вам надолго, стоит около двух-двух с половиной тысяч рублей. Хороший объем и хватит его надолго. Поверьте мне, это не та экономия, чтобы покупать умывалку за тысячу рублей и вредить своей коже. Вредить, потому что плохая умывалка нарушает защитные функции кожи. Если защитные функции кожи нарушатся, у жирной кожи это будут высыпания, а у сухой кожи морщины. Тамар, Тамар, понимание. Что это? Внимание! Баба, было все выкинуто. Ну, я вот рука занята, а как бы похлопала бы. Все выкинуло в ведро попально. Вы какая молодец! Маша! Вот, я люблю послушать пациентов. Маша, я выкинула коробку. Поэтому, ну, поверьте мне, если вот, знаете, вот моя следующая вот мечта ходить по дому и смотреть у людей, что стоит в аптечке. Когда я захожу иногда в гости к кому-то, мне всегда интересно, что стоит в ванной. И когда я начинаю смотреть вот этот вот муссмаркет и начинаю его считать, я понимаю, что люди намного больше накупают и в итоге тратят больше денег, чем бы купили бы себе профессиональную косметику несколько позиций и пользовались бы им. Вот, Маша, посмотри, сколько у тебя сейчас в реале тюбиков. Ну, много же? Да, страшно погибло. А чем пользоваться в итоге? Нет, еще чем. В итоге пользоваться нужно профессиональной косметикой. Если хотите подобрать профессиональную косметику, пройдите мой тест, напишите мне в личку, мы всем кинем тест. Пройдите тест и посмотрите, что я вам подберу. Нужно пользоваться профессионально. А ты бесплатный, а детки, ну что, надо пойти. Очень важный вопрос. Вот у Маши лежат пудры примерно по 2-3 года. Вот. У меня всего есть срок. Я пудру покажу свою. Уходи. походи. Тени, пудры, они у меня лежат по 2-3 года. Это можно? Вообще, все имеет срок, конечно. Пудры, я вообще не очень люблю пудры. Это самое страшное, что есть в косметике. В Маши не пудры, а такие вот сухие всякие. Да, это ужасно. Это самое ужасное. Они хуже всего забивают поры. Их нужно обязательно смывать. Хуже всего забивают поры. Хуже всего забивают поры. Хуже всего, да. Вот особенно, о май гад, что это? Биби, я вижу Биби. Эта пудра, вот она, как присыпка, только для лица. Не делай, пожалуйста. Нет, 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 это тоже надо отдать маме вот туда, вот туда. Мам, ты знаешь, ты у меня как это, как мусоросборник, тебе все даем. Тамара сказала, все тебе нахрен, да? Мама, ты знаешь, что с ней делать. Иди, иди, я тебе на пудру, садись. Чем? Присаживайся. Мне не надо. Присаживайся. А мне, Тамара сказала, что тебе можно. Да может быть, это мне можно? Давай, я не хочу. Лицо дай. А вот я ничем не пользуюсь вообще. Вообще ничем. Тоже плохо, конечно. Тоже плохо. А мне хорошо. А мне хорошо. понимаете, кожа, это один большой орган. Увлажняющим, питательным, увлажняющим. Да, да, да. А, вы имеете в виду, из декоративной косметики не пользуетесь? Да, да. Ну, вот отлично. Ну, я, конечно, понимаю, что девчонкам хочется, но... Страшная у меня ходишь. Страшная немножечко такая. Страшивишь. Я всегда говорю, главное, знаете, никогда не... Возраст обмануть невозможно. Возраст всегда в глазах. Главное, чтобы человек выглядел красиво в любом возрасте. У вас мама прекрасно выглядит. Ну, вот и все. Ну, вот и все. В общем, Тамар, я сейчас... К вам можно... Я оставлю ссылку после эфира, записаться, пройти бесплатные тесты, да? Да. Ну, во-первых, ты проходи его сама, потому что мы вот это все выбрасываем. Мы оставляем только эти патчи, остальное все выбрасываем. И там, кстати, вот этот вот... Я сейчас вспомнила, вот эта вот сыворотка эмульсии с пауком, которая была. Да. Да-да-да, я сейчас его вспомнила. Вот. В нем содержатся пэги достаточно низкие. Пэг-9 это очень плохой ингредиент, который проникает через трансэпидермальный барьер, осаживается в организме и накапливается. И он химический, его тоже надо выбросить. В общем, к тому, что оставляем только патчи. Все остальное выбрасываем и меняем косметику. И тогда... И тогда все будет хорошо. Тамара, в общем, я сейчас вам пришлю, мы выйдем с вами в эфир, когда вы мне подберете косметику и покажем, чем же я теперь пользуюсь. Конечно, да, обязательно мы это сделаем, потому что это очень интересно и процесс на самом деле виден. Он всегда виден. Поэтому... Ну что, остались еще какие-то вопросы? Нет? Детский крем Оле нельзя. Оле нельзя детский крем. Ну, она... Не знаю, кто это... Мне? Тебе спрашивают, какой это крем детский. Нет, я детским не пользуюсь. А вот скажите, я иногда покупаю лореалевский крем для Александра. лореалевский. Это не лореалевский. Нет, вот это японский у меня. А мама лореалем пользуется, кстати, вот. Можно ли? Тоже нельзя лореалем пользоваться. Тоже нельзя лореалем пользоваться. А почему? Ну, в лореале я тоже разбирала, и у них составы тоже достаточно очень сомнительные, очень сомнительные. Большое количество спиртов в нем содержится, поэтому сухость кожи большая вероятность на этой косметике. Короче, какую дешевую косметику можно, спрашивают? Из дешевых какие можно? Ну, вот я уже сказала, все, что возможно, из дешевой, дешевой косметикой пользоваться нельзя. И что такое вообще дешевая? Я уже сказала, из профессиональной косметики, например, умывалка, она может стоить 2-2,5 тысячи. Все, что дешевле, к сожалению, ну, я не могу вам рекомендовать то, что будет вам видеть. Умывайтесь вы? И не смотрите в зеркало, да? Шучу. Нет, правильно, лучше одно что-то купить, чем закупать рунды. Вот каждая, сейчас откройте свой шкаф и вот просто посчитайте деньги. Да, 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 это, смотри, мам, вот я купила, да, вот всю эту косметичку, которая у меня есть, вот, вот сюда я тебе покажу, вот, вот это вот, все, вот сейчас еще, еще три тюбика. И вот эту скупать. Вот это стоит в районе 12 тысяч, все, вот это. Весь мой набор плюс... А больше? Это больше. Поэтому, правда, правда, на самом деле умная покупка, она всегда умная для кошелька. И профессиональная косметика в этом плане вы тут никогда не переплатите, понимаете? Здесь все... Есть бренд, но здесь в профессиональной косметике всегда платят за качество. и, конечно, что хочу сказать, что кожа – это один большой орган, самый большой практически, за которым нужно ухаживать так же, как и за сердцем, за желудком. У кожи свой уход, и нужно кожу небольшой. Да. А вот мочегонные, какие можно пить? Мочегонные пить не нужно? А вообще? А вообще? Зачем? Если нужно, куда-то срочно выйти, чтобы отек весь ушел. Маша, вот не только отек уйдет, подухнуть нужно. Вот и все. Все мочегонные дают серьезную нагрузку на почки, и нужно знать, что с почками все хорошо. Но мочегонные врачи назначают только по... Только-только-только по каким-то таким вот... Ну вот, например, если мы ставим, например, я нити ставлю, да? Или, например, я делаю тело-двалазерную шлифовку. И было, кстати, случай с моей мамой. Мы очень давно ее делали шлифовку. Очень жестко мы ее зашлифовали. Она у меня на третий день глаза не могла открыть. Вот. Она говорила, что дочка, не подходи к вам. Я не могу с тобой сейчас общаться. Вот. Но потом у нее был очень хороший результат. Ну, к тому, что она вот... Ну, не могла открыть глаза. И у нее просто началась паника. Мы тут, конечно, использовали диуретики. Но эта нагрузка на почки достаточно серьезная. Лучше иметь, я не знаю, какую-нибудь косметику, маску, которая снимает отеки. Противоотечную масочку можно использовать. У Доктора Шпилера тоже, кстати, есть такая масочка. Есть еще у Комфорт Зон, это итальянский бренд. У них есть маска Детокс очень классная. У них есть маска, которая, кстати, можно... Вот пришли вечером, погуляли, понимаете, что с утра будут отеки. Нанесли эту маску и легли с ним спать. Есть такая. Очень важно, Тамара. Спасибо за эфир, дорогая. Спасибо. Спасибо вам, девчонки. Отмечать Старый Новый Год все с праздником. С праздником всех и вас. Все обращайтесь к Тамаре, кто хочет пройти тест. Мы вас слышим и завтра. Встретимся обязательно. Да, обязательно. Все, всем пока. Пока, девчонки. Целую, обнимаю. Рада была очень. Так все, дорогие друзья. Ой, какой экран стал огромный. Мам, мам, а как такой экран стал огромный? А, он был пополам был. А, он был пополам. Так, дорогие друзья. Нет, ну очень интересно. Мне, например, было очень интересно, потому что я вот узнала... Сейчас закончится у тебя, прекратится. У меня это, прошу желаю. Мне было очень... Хотела надеть наряд... Подожди, дай букет покажу, во-первых. И наден наряд, в котором сейчас я пойду. Подождите, я вам покажу минутку. Если успеет, конечно, потому что сейчас мне прекратится. Так, ну что вы тут пишете? Машуля, мамочка, вы наш... Ой, да, спасибо, мои дорогие. Спасибо. Будете отмечать? Опа! Тише! Смотри! Секарный, шикарный букет. Ну зачем ты заранее показываешь? Тише! А если они... Тише! Никому не говори. Это мои подписчики, я им не могу не показать. Ну, Машенька, ты знаешь, надо же было его на пол-то вынести. Красиво? Очень. А, и сейчас, подождите, я сейчас одену наряд, в котором пойду, и это... Мам, спасибо. Так, что тут написано? На наши вопросы? Так. Большое спасибо, Маша. Красиво. Да, Машенька, у меня очень... Да, шикарный очень букет, шикарный, Наташенька. О, как-то пакет. Какой? На кровати лежал какой-то пакет, и сейчас оттуда смотрела. Вот вы написали неправильное слово чучело. Пишется чучело, а не чучела.